Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Никола Пуссен Картина называется Парнас 1630-1631 год Холст масла 145 на 195 На плотне в облике Венчанной лаврами античного поэта Гомера Изображен драмбатиста Марина Покровитель Пуссена Герой с к ней в руке стоит на коленях перед Аполлоном Представляя ему свои сочинения И благодарно принимая предложенную чашу По кругу вступают нимфы и поэта И гора Парнас в греческой мифологии Это место, где живут вдохновение и искусство Многие персонажи держат в руках Различные музыкальные инструменты И театральные маски В центре картины возлежит обнаженная нимфа Касталия, которая по легенде превратилась в ручей Чтобы избежать преследования Аполлона У источника сидят два амура И протягивают присутствующим чаши с кастальской водой Дарующие талантливым людям вдохновение Интонацию веселья вносят в работу изображения Порхающие ангелочки Держащие в руках лавровые венки Композиция этого многофигурного полотна Позаимствованного художником из фрески Рафаэля Парнас Которую прославленный итальянец создал для сикстинской капеллы Пусин почти точно скопировал и расстановку фигуры Строгие вертикали деревьев И даже цветовые соотношения Круговая композиция и идеально проработанные складки На тогах поэтов Свидетельствуют о присутствии живописи мастера В традиции итальянского возрождения Красочная насыщенность произведения Говорит о влиянии на Пуссона творчество Тициана Ну вот такое описание я нашел в интернете Картины Никола Пуссона Парнас Написанная в 1630-1631 годах Холст масла Пока-пока, до свидания, всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok